Культура Мы должны ее нести, мы должны ее передавать из поколения в поколение, и это является важной частью. И если мы просто забудем про это и не будем на это обращать внимание, не будем развивать культурные ценности, то мы просто потеряем нашу страну, и ее съедят другие, с более мощной культурой страны, и мы просто уничтожим себя. Я считаю, что миссия работника культуры заключается не в том, чтобы развлекать и чем-то запомнить свободное время, а в том, чтобы сделать наш мир лучше. Вот те, кто хочет сделать мир лучше, он должен идти и работать в учреждениях культуры. Те, кто хочет сделать его красивее, он должен идти в учреждения культуры. А уже через познание развития детей, юношества, взрослого населения, мы достучимся до сердец людей, и тогда на наших мероприятиях мы будем танцевать под нашу музыку. И тогда наши дети будут исполнять наши русские танцы. И тогда наши праздники, которые были в нашей стране много, десятилетия, может быть, даже тысяч лет назад, они возродятся. И через это возрождение, а это будет с помощью, я надеюсь, нового, молодого поколения, мы возродим всю нашу страну. Любить, сохранять, передавать наши песни, обычаи и традиции, праздники русского народа, это значит сказать спасибо нашим предкам, это значит сохранить нашу великую родину. Культура — это душа народа. Чтобы нам на самом деле оставаться народом единым, российским, нам обязательно нужно заниматься культурой. А культура без молодежи, так же, как и театр — это дело молодых. Никак. Поэтому ждем вас, чтобы вы пришли своими талантами, голосами, игрой на разных инструментах, озарили жизнь сначала маленького какого-нибудь ДК, потом нашего родного города, а потом всей-всей своей жизни, всей нашей страны. И потом, когда пройдет много-много времени, и можно будет на самом деле обернуться назад и увидеть много людей, освещенных вашим талантом, вашей радостью, вашей любовью, вашим светом. Это эмоции, потому что работники культуры — это чувства и эмоции. Это невозможно прочитать цифрами. Поэтому кто хочет постоянно быть на волне радости, счастья, позитива, без этого никак, нужно идти в культуру. Развивать культуру, конечно же, надо, потому что будущее наше за молодежью. А если молодежь будет потеряна в молодом возрасте, то иначе не будет о будущем. Это очень важно, потому что человек без корней, он очень обесточен. У него нет того топлива, которое необходимо для него в жизни. Через культуру прививаются базовые ценности, любовь к своей родине, любовь к своему городу. В этом играет не только образование, но и культура. Я считаю, что культура, может быть, где-то даже играет большую роль, потому что через культуру дети, да и не только дети, познают, в принципе, тот мир, то государство, в котором они живут. Конечно, культура нужна детям, особенно детям, потому что нужно развивать детей, как духовно, так и физически. Стойте, можно это заново? Если вас ежедневно окружают вот такие люди, выйди из правой кулисы и зайди в левую. Фестиваль! На носу фестиваль! То вы работник культуры. Вот такая у нас высокая миссия. Когда в 11 классе пришло время выбирать профессию, специальность, я узнала о том, что все, что я люблю делать, объединяет в себе специальность режиссер эстрады. Все мы работаем для того, чтобы дарить людям радость, проникнуться культурой нашего народа, не только нашего народа, нашей многонациональной страны, потому что именно через культуру люди, напоминаю, познают, наверное, этот мир, становятся более богаты духовно. Ну, я так думаю, чтобы ребенок мог быть нормальным, хорошим человеком, понимать в жизни, что красивое, что некрасивое. Его нужно обязательно куда-то родителям подумать о том, чтобы их ребенок ходил в хорошее, где люди хорошие, где песни хорошие, где поют, чтобы он видел красивое в этой жизни. А это у нас, конечно же, культура. Работник культуры должен быть не просто профессионалом своего дела, он должен быть сам, где бы он ни находился. Показывать пример человека, работника культуры. Работник культуры всегда находится в центре самых интересных и увлекательных дел, ярких событий. Он общается с людьми разного возраста, шагает в ногу с активной и творческой молодежью, набирается мудрости и опыта у людей старшего поколения, зажигает маленькие звездочки таланта в детях и помогает каждому разгореться ярким пламенем творчества. Наша миссия — это нести, конечно, добро, находить отклик в сердцах, чтобы люди задумывались о высоком, о добром. Быть работником культуры — это настоящее призвание. Ведь не так просто зажигать людей оптимизмом, любовью, добротой, надеждой, вселять в них уверенность. Я работник культуры. Моя профессия очень интересная, она захватывает, она увлекательная, она творческая и, самое важное, я считаю, моя профессия очень многогранная. Работник культуры — это публичный человек, это универсальный человек, который должен уметь найти подход к любому человеку и ставить интересы общего дела превыше любых интересов. Молодые люди, юноши и девушки, кто умён, талантлив, креативен и не боится трудностей, выбирайте работу в учреждениях культуры. Специалисты этой сферы всегда востребованы, и наш город нуждается в них.